Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра Aven Colony По-моему, она так называется, по-моему, правильно прочитал Но, если что, не критикуйте сильно И это рубрика на моём канале Первый взгляд, да, первые 25 минут игры Обзор, первый взгляд Ну, как угодно называйте То есть мы посмотрим игру и надеюсь, она вам понравится Это стратегия, ребят, довольно-таки часто Меня просят именно стратегии разные снимать Это стратегия экономического рода То есть, типа, мы высаживаемся на какой-то планете Или будем пытаться выживать на какой-то планете Строя вот своё государство Вот прямо сейчас показывается, да Строя своё какое-то государство Развивая свои базы, технологии, жители и тому подобное И это довольно-таки интересно Я люблю такие игры И многими такие игры заходят То есть, типа, типа, Сеттлер О, господи, какой червь вы видели Типа, Анно, да Это интересные игры, в них очень интересно играть И надеюсь, в эту же игру будет так же играть И так же будет интересно играть Надеюсь, она вам зайдёт И если зайдёт, обязательно ставьте лайк Пишите своё комментарие И своё мнение об этой игре Обязательно подписывайтесь на канал И нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео Ребят, давайте начнём Начну я с самого начала Прям вот с самого-самого Начала Компания и Песочница Два вида у нас есть Отлично Добро пожаловать, губернатор командования Распорядилась, чтобы вы прошли эту короткую гигалографическую симуляцию Для ознакомления с основами пользовательского инфетрифейса Она меня сбивает Система управления колонией Как бы то ни было, начинаем Пролог Довольно-таки прикольно и атмосферненько сделано Очень симпатично всё выглядит Перемещение камеры Ну да, понятно ВСД Зажмите левую кнопку, чтобы передвигать И вот Ну как же так-то, а? Ну вот как же так? Типа Есть Так что ли ещё надо? Move mouse and report scroll Вот 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 зараза Ну серьёзно Ну зачем ты так делаешь? Зачем делаешь? То есть половину на русском И половину на английском Ну вот Серьёзно Вы чё? Вот Они прям Они прям как специально Да? То есть Ну так вот у нас Вот Наклоните изображение Зажмите А Вот так Вот ещё Ну прям разные ракурсы Поворотов есть Ну и влево-вправо Окей То есть мы можем управлять Да То есть И Зум Конечно же У нас есть Солнечная панель Блин На самом деле Очень симпатичненько Всё выглядит Вот в таких играх На самом Ну вот Вид Это очень важен Чтобы Потом Когда у вас Огромная колония Можно было рассматривать Всё плавненько И красиво Автопанорамирование Господи Нажмите Ф А Ну понятно Пынк-пынк Для перехода к точке Дважды щелкните по местности Понятно Можно таким образом Передвигаться Окей Окей У меня есть Наниты Наниты 200 В хранилище Окей Это какой-то из ресурсов Похоже будет Добывающие Перерабатывающие Сооружения Похоже мне Вот так вот Нужно сделать Да Это сейчас Всё начнёт Строиться Скорость Да Сейчас на паузе Стоять А можно как-то Оп Понятно Всё понятно 1-2-3 Управление Скорость Это хорошо Видите Скорость Это Ух Ух Прям вот что Прям максимально быстро И готово Да Дальше Вот как кстати GameSpeed Ну подсказывает нам Как раз таки Оп А пауза Game Клик Game Paused Image Ах Ну да Тут даже стрелка Была показана Вот сюда Можно было нажать То есть мышкой Прям И паузу Отключается Ну ладно 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 Окей Даже с подсказками Не сразу соображаю И здесь тоже Навести на курсор На полоску Смена сезона В левом нижнем углу Такой знаете Очень Как бы это сказать Очень странное Обучение Прям Ну как бы С нуля Да Так скажем Это что мы Дороги какие-то Построили Да Туннель Откуда Поддерживает Передачу товаров Электричества И воды А также Перемещает Колонистов По колонии Выберите И притяните Линию Ну все понятно Давайте дальше Индикатор Электричества Вот пока 43 из 36 Понятно Спасибо Электричество Каждое сооружение В колонии Либо производит Либо потребляет Электричество Энергоэнергия Электроэнергия Автоматически Распределяется Между всеми Подключенными К сети Сооружениями Нехватка Электроэнергии А То есть У меня Требуется А требуется 43 Понятно Открыть Окно Электричества И нужно Затем разместить Солнечную панель Там где Хотите Солнечную панель Ранг 2 Давайте ранг 2 Возьмем Наверное Сразу Че ранг 1 Брать Пусть дроны Завершат строительство Классно Классно Когда дроны Все за тебя делают А человечество Живет как Хорошо То есть Я такой Пешком хожу Блин Я бы Пешком Тогда не ходил Если уж Дроны за тебя Все делают Да Ну типа Понимаете Прикольно Солнечные панели Сразу Повернулись К солнышку Это клево Индикатор Населения Население Средней счастье 71% Несчастных колонистов 1 Максимум Вместимость 16 То есть Это вот Небольшая колония 16 на 16 человек Че-то Круто Она выглядит На 16 человек На самом-то деле Нажмите на С Режим Камеры наблюдения А То есть Разные Смотрите Забавно Забавно Выбор Колонистов Щелкните На колониста Ну вот Я нажал на него И можно посмотреть Лиза Паттл Живет в постройке Аванпост На работе Шахта Здоровье Счастье Все отлично Теперь вы можете Ознакомиться с основным Управлением И пользоваться Интерфейсом Систем управления Колонии Перейдите К следующей Голографической Симуляции Окей Давайте перейдем Улучшенная Тренировка Улучшенная Типа я Жалко Что Говорит она На английском Да и переведено Не все Ну ладно Навести курсон На индикатор Пищи такое обучение на самом деле очень конечно простое ну ладно хранилище колонию открыть панель качество вода железо количество так рис ну клёв клёва клёва окей хранилище колонии продолжить как видите в вашем хранилище есть только продовольственные пайки и немного риса вы можете получить больше информации о каждом ресурсе наведя на него окей теперь говорит нам опять построить построить но уже по-другому да то есть вот такой длины давайте ускорим что побыстрее туннелей куда они типа будут идти и падать и киааа нет смотрите клёво туннель закрыт я бы ржал если бы она ты был открыт так и здесь ферму нужно построить о выбрать смотрите кукурузу и построить вот здесь вот и видно что где типа хорошо где плохо строить да окей разметить фермы и пускай дроны завершат постройку жалко что на самом деле все постройки сразу открыты вот видно да было но может быть нет я может я ошибаюсь может быть еще буду появляться смотрите странно выхода на планету у меня нету но кукуруза растет то здесь как бы кислород есть то здесь все как бы отлично с этим режим слоев слои занятости ох ты ж как круто все сделано ребят серьезно посмотрите прям как очень очень хорошо слой занятости слой занятости показывает где живут и работают наши колонисты фиолетовые полоски показывать где колонисты живут а зеленые места их работы доступные рабочие места колонисты распределяет между собой самостоятельно по собственному усмотрению как видите ваш 16 клане сейчас работать на станции дрону строителей шахте по добыче железа и на только что построенным вами ферме и какой я молодец work profit select farm нажать нужно посмотреть клик то чего-то ой клик то а вот сюда нужно нажать да ага и типа надо фию максимально что ли вот так вот максимально то есть понятно то есть я таким образом могу обычный приоритет вы все приоритеты выстраивать отлично до обучение конечно странно что не переведено распределите рабочие силы продолжение так как видите доступно рабочие перешли анда вот видно что полосочка будто выше или нет хотя нет вот здесь приоритеты показывается вот хотя бы социальные политики вот политика и с чем-то по флажку чтобы реализовать политику нормирование снижает потребление пищи значительно понижает дух тщательно следить за потребление воды снижает его уровень однако приносит значительный вред моральному духу ну блин ну давайте вот так вот хотя бы с едой пока что вы уже ознакомились знакомы с основным понятием управления колонии на и вин прайм теперь вас ждет первая полноценная миссия ваннар то есть я те вот теперь я как человек начну играть до ваннар на самом деле клёво смотрится вот реально клёво смотрится игрушка и вообще все в ней так достаточно хорошо смотрится ладно сейчас главное не тупить потому что любой мой тупняк да любой мой какой-то любой мое заторможение будет восприниматься очень очень категорично в комментариях так и вот заданием задание которое нам нужно здесь выполнить я типа не соображаю где его посмотреть экспедиции можно по режиме слоев не то панель управления колоний данные настройки карты миссия ваннар сложность норма главная задача основать колонию способны содержать центр земной истории ваша задача превратить ваннар в колонии из нескольких сот человек производящую на продажу экзотические продукты питания симуляторы из местных растений затем вам будет поручено построить огромный центр земной истории содержать его в течение одного полного соло полный соло и настал полный соло это звучит как-то очень странно ну ладно смотрите какие деревья да очень прикольно кстати я где-то здесь видел как будто бы транспорт какой-то вот это что такое грузовой контейнер нет дронов в радиусе то есть грузовой контейнер можем подобрать это какие-то кристалл еще грузовой контейнер кристаллы какие-то карта довольно такая интересная то есть тут можно течно вот сюда вот я как-то могу строится при еду и здоровая карта вот я еще что могу сказать интересно это интересно так у нас показано сколько людей качество воздуха хранение на ниты и электричество он пока с электричеством все хорошо что у нас есть жилые сооружения сооружения управляющие ресурсами склад вот как раз таки которого по-моему меня нету да может быть склад сразу воткнуть то есть площадка дрона строителя так склад модулей складской модуль а это складской модуль а вот что солнечный модуль солнечный модуль спусковой аппарат прометей космопорт о господи ничего себе сооружение для управления дронами но у нас маленькой станции есть этого наверное будет хватать всячески посмотрите плазменный турель громоотводная башня фермерские сооружения добывающие перерабатывающие сооружения так стать вот это у нас что такое залежи меди шахта лазерная шахта и фабрика нанитов производит наниты из железа меди и шлака келку прям так и написано и шлака келку ну ладно давайте наверное шахту построим пока что здесь и вот кстати к ней нужно будет подводить как-то ну а вот 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 тачка ездит смотрите видите исследовательское что это ну ладно что то вот сейчас интересно доступна новая миссия построить водяной насос а вот это хорошо водяной насос 1 нужно построить давайте его сразу построим вот сюда где вода здесь есть у нас и ускоряем у нас всего лишь один дрон который кстати вот этот на человек работает по моему да сразу здесь видите люди появились все у нас начало производиться и складской модуль хранение чего-то чего-то он хранит точно так в качестве награды так есть есть получил отлично на нитов получил несколько штучек не знаю зачем они мне нужны а вот это что такое маяк контейнера снабжения очень подозрительный цветок кто-то кто-то шумит но я не вижу кто шумит ну ладно очень интересно просто было посмотреть кто это шумит так ваши колонисты хотят увеличить поступление пищи построите ферму где-нибудь на краю колонии рядом с любым существующим сооружением после этого вы получите соля соли калия так допустим если я вот так вот сделаю а ну в принципе здесь хорошо все так достаточно везде можно развивать и вот здесь ответе небольшая разница между желтыми ячейками и зелеными на красный вот 2 и 2 она вот здесь более менее все нормально и тогда у меня сразу возникает вопрос вот так вот я могу допустим вот так вот папа 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 ну-ка она подключится вот да подключается отлично тогда мы давайте здесь фермерское сооружение ферма и теплицу может требуется энергии ну ладно давайте пока что вот так вот пшеница давайте кукурузу вот кукурузу не зря же мне в тот раз говорили построить 16 человек он еще могут вместиться всего колонистов 16 всего умерла 0 используется вместимость жилья не вылезает число надеюсь влезет так игрушка в стиме появилась точнее не стиме появилась а вот как бы это правильно она давайте на паузу нажмем она вот вышла в стиме то есть как сказать в ранний доступ что ли сейчас посмотрю ну нет это не ранний доступ это уже получается полноценный практически релиз игры то есть стиме она вот 25 числа она вышла так что в принципе это уже нормальная стабильная версия нехватка энергии здравствуйте мне бы хотелось напомнить вам что задача моей миссии в команде заключается в том чтобы направить вас да 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 бла 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 так нанитов для постройки где у меня нанит это вот вот это вот наниты да давайте нанитов воткнем вот сюда вот бам солнечную панель давай производить мне бы хотелось и на английском сразу смотрите вот вот зараза мелкая так здесь был винт турбин это конечно круто турбину надо было построить так давайте вот это вот утилизировать а он еще он еще просто прошу прощения он еще я даже не построил ну хватит болтать а перевод короче я надеюсь будет все таки дополняться то есть он как бы это сказать он но большинстве случаев таких играх ах ты ж зараза все таки я утилизировал это что такое это вот такая вот стрекоза то есть по моему по моему она с вот это вот здание летит нет я ошибаюсь или что серьезно очень огромное стрекозище просто как так то ну ладно давайте построим ей задание выполнено то даже торопиться не стоит потому что как видите мне задача выполнена задача выполнена на ниты отлично отлично то есть в принципе мне даже торопиться не нужно мне дают задание пока что но каким-то таким неспешным образом 6 энергии стоп я же требуется 44 48 обеспечивается так и вот у меня теперь вопрос а если профит в постройке то есть как бы это сказать можно просто напихивать все 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 рядышком или обязательно нужно где-то вот проходы вот эти ставить зачем их нужно ставить я понимаю что их нужно вот так вот допустим соединить базу это логично вот чтобы соединить это я понимаю но вот здесь вот допустим зачем чисто для вида непонятно да то есть или вот они сюда вот вот сюда же они ходят да то есть информация стоп хотя здесь работники есть здесь Я так понимаю, она тоже производит. Все, электричество пошло в плюс. Доступна новая награда за что-то мне. Рис, киноа. Давайте я наниты возьму. Все-таки это поинтереснее будет. И вот здесь вот давайте вот так вот еще дорожку проведем. Я бы еще, наверное, одну ферму поставил. Вот кино, мне интересно. Ой, а тут что-то красное все сразу стало. Стоп, здесь же не было так все плохо. А, все понял, может быть... Смотрите, смотрите, культура-то не все здесь растут хорошо. Арбузы вот здесь хорошо будут расти, неплохо, по крайней мере. Давайте арбузов поставим. Понятно, это еще от культуры зависит. То есть, какую культуру вы покажете, та и будет, ну, показываться. Хорошо ли она строится или нет. Геотермальный генератор, говорят, мне, по-моему, построить. Да, геотермальный генератор. Что-то так показать. Вот здесь вот, говорит, геотермальный генератор. Воткни-ка. Без... Ничего себе он огромный, ребятки. Но это круто. На самом деле это круто. Давайте ускоряем полностью. Я бы так сказал. А че-то, че-то, че... А, он сразу постепенно отстроит. Зимнее... Ваше внимание, приближается зима. И наши сканеры показывают, что вас ждут перебои с электроснабжением. Если вы не увеличите выработку электричества в течение зимы, урожая на фермах не будет. В теплицах будет вырастать только 50% пищевых культур. Все солнечные батареи будут произвести только 50% энергии. Зима? Об этом мне не предуп... Не говорили, когда посылали на эту планету. Что они творят? Демоны! Теплицу тогда нужно построить, что ли? Потому что, получается... Но вот эти культуры-то, они не будут расти. И с едой все будет плохо. Но пища у меня плюс 3. Воды минус... Она кончается, вода. Ну ладно, сейчас с водой что-нибудь придумаем. Нанитые макароны мне дали, кстати. Outpost... The start of outpost. Ну, как говорит... Аванпост, наверное, вот этот, да, вот? Требует построить. Аутпост, это, наверное... Он и есть, да? Смотрите, видите, показывается... То есть, если я здесь его поставлю, он будет не работать. То есть, мне нужно будет обязательно к нему подводить... Подводить, как бы там... Ну, как же, господи, это называется там? Дорожку, вот. Давайте ее как-то в стороне. Типа, знаете, элита... Элита государства живет в сторонке. Вот, типа такого. Очень хочется посмотреть, на самом деле, на зиму. А! Это вот так вот зима? Ах, нет! Именно полноценная зима, ребят. И смотрите, у нас минус... Пошло минус еда. Электричество... Требуется электричество 61. У меня 98 производится. То есть, с гидермальным генератором все хорошо. Но прям вообще, смотрите. То есть, это при том не то, что зима прям, а такой... Как бы это, ночь, да, наступила и все подморозилось. Постройте фабрику нанитов. Следующий шаг в создании автономной колонии. Начать собственное производство нанитов для строительства. Окей. Окей, без проблем. Вот, фабрика нанитов первая. Где мы ее... Давайте воткнем сюда, вот, наверное, что ли. Вот так вот давайте воткнем. То есть, это как будто бы, знаете, именно ночь настала, да? И... То есть, она слишком морозная, что ли? Вот как-то так. Ну, такое ощущение, по крайней мере. Я бы не сказал, что прям, видите, пожухла листва на деревьях, да? Или что-то типа такого. Этим маяком отмечено место посадки контейнера снабжения с пищей, водой и нанитами. В экстрем случае комиссаром может принять решение о доставке этого контейнера сюда. Понятно. Доступны новые задания. Блин, приходится... Вот, ладно же, здесь есть подсказка. Storage Depot mini. Ага, малый, наверное, склад требуется построить. Это понятно. Так, смотрите, здесь здание построили. Идет синтез нанитов. Обрабатывает железо, медь, шлака. Все обрабатывает, короче. Так, и маленький склад. Увеличиваем производство, я так понимаю. Воды и еды у меня пока что достаточно, я вижу. И все отлично. Ребят, игрушка прикольная, серьезно. Вот в данный момент мне нравится. То есть я с удовольствием у нее продолжу играть. Может быть, даже и стримчик привести можно. Пишите, кстати, в комментариях. И обязательно, если вам хочется эту игру видеть на моем канале дальше, обязательно пишите об этом и ставьте лайк. Чем больше лайков набирается, тем круче. Так, новое задание. Ага, вот здесь вот, типа, просто нужно... Пять иммигрантов можно. О-о-о-о. Давайте-ка я выберу пять иммигрантов. Наниты у меня производятся, а вот иммигранты, я, типа, не знаю, где они. Я, типа, выбрал иммигранты, пускай мне. Иммигранты. Так, здесь у нас пять из шестнадцати жителей доступны. То есть, как раз-таки, вот люди и пришли в этот дом. Теперь нужно космопорт, похоже, построить. Видите, тут подсказки есть, слава богу. Так, торговый центр, иммиграционный центр. Иммигрейшн центр. Вот, ладно, я хоть английский и не знаю, но более-менее как-то чего-то могу там разобраться. Вот здесь вот, давайте, рядом. Иммиграционный центр. Это, типа, смотрите, я вот пять людей выбрал. Сразу иммиграционный центр надо строить. Такие, типа, сразу... Воу-воу-воу, ребята! Там всякие... Всякие... Другие люди приезжают. Не хочу показаться плохим. Смотрите, настолько холодно, что вода даже замерзла вот в этом кратере. А растения... Ну, вот кукуруза, вон, видно. Она, типа, арбузы, вон. Все нормально. Видно, что они не работают, но... Ну, ладно, не буду, честно говоря, прикапываться, но все-таки можно было сделать, чтобы растения просто пропадали. То есть, их бы не было. Визуально. Вот и все. И этого было бы достаточно. И там поля бы, допустим, снегом покрывались. Это было бы вообще шикарно, на самом деле. И смотрелось очень даже круто. Давайте вообще ускоряем скорость-то. Я все забываю. Надо две кнопки привыкать. Пауза и... Х4. Вот так вот. Так. Давайте иммиграционный центр. У нас еда уже в плюс пошла. У нас наниты идут в плюс. Это хорошо. У нас вода только в минус уходит, но... Типа, ее еще 336. И я так понимаю, минус 16 на колониста уходит. 16 на одного колониста достаточно. Потребление 2.0 в час. 21 колонист потребления. Две фермы потребления. В общем, воды еще дофигища, на самом деле. Так что, все путем. Ой. Ой-ой. Так, вот так вот. Это уже как раз-таки иммигранты прилетают. Посмотрите. А, чуметь. Мне нравится. Доступная новая миссия. Тут нужно... Хабитат. Буилд, а... Хабитат. Ну вот это. Жилище, наверное, да? То есть, я думаю, именно не вот аванпост, а уже полноценное жилище. Давайте его напротив вот так вот построим. И второе задание у нас... Достичь численности населения 50 человек. Здесь уже построите жилище. Есть и... 50 человек. Типа... Каким образом? Каким образом мне это сделать? Вот, вот, вот у меня вопрос. Транспорт-корабль на орбите. Три новых колониста... Колониста за рейс у меня. Будет. Воу. Хабитат. Я построил хабитат. Блин, а он клево выглядит. Посмотрите. Прям так современненько. То есть, это целый жилой комплекс. То есть, получается, что у нас? Деревь... А как? Ну, ладно. На самом деле, круто, да? То есть, ты... Хотя вот с этих деревьев какие-нибудь обезьянки и хищники же могут на тебя напротив. Но вы видели, старикоза какая пролетала? И вы видели, какие люди маленькие здесь ходили? То есть... Чё, это жутковато. Постройте нагнетательный вентилятор. Мы быстро приближаемся к той ситуации, когда без принятия решительных мер воздух в замкнутых помещениях колонии начнёт портиться. Особенно быстро воздух загрязняется от работы геотермального генератора. Чтобы обеспечить приток кислорода из внешних атмосфер, остановите нагнетательный вентилятор. Следует расположить его как можно ближе к геотермальному генератору. А у меня, типа, вопрос. Может быть, просто сделать здесь, не знаю, окошки? Ну, типа, которые будешь открывать, и ветер будет... Вот, и... В нормальной бы стране, в норм... Вот, не в фэнтезийном мире, мире фантастики и космоса и будущего, а в реалиях окошки бы сделали. Я вам гарантирую. Ну, ладно. Воздушный фильтр и нагнетательный... Вот он, смотрите. То есть, его нужно как раз-таки... Чистый воздух у нас зелёный вот здесь вот видно, да? То есть, но везде падает. Так что мы давайте ставим, и пошло строительство. Так. Слови качества воздуха. Сейчас давайте построить и посмотрим, что будет происходить. Ту! Он пошёл в плюс. Но не вижу, что в других местах было плюс. Постройте торговый центр, говорит. Торговый центр, нифига, он здоровый-то какой. Давайте вот здесь его воткнём. Вот так вот его воткнём пока что, и... Вот, блин. И вот так вот проведём к нему путь. А здесь мы сейчас вот так вот ещё. Оп-оп. Вот так вот, да? Я не вижу, что качество воздуха росло. Качество воздуха 98%, 96%. Типа странно. Хоть и он... Он нифига себе дуть должен. По полной программе. Может быть, его надо было сделать как бы типа... Вот здесь вот его поставьте, чтобы туда он... Ну, не знаю. Ладно, окей. Непонятно на самом деле. И поня... Ребят, сразу говорю. Понятно, что вот эта серия, это как вот типа рубрика всё-таки. Не забывайте об этом, да? То есть я поддерживаю... Стараюсь поддерживать эту рубрику. Показывать вам новые игрушки, которые мне в первую очередь нравятся. Да? Не которые хайповые или ещё какие-то. А именно те, которые мне нравятся. Которые мне заходят. Которые вызывают у меня какие-то эмоции ненаигранные, непридуманные. Поэтому это серия 25 минут. Но в следующий раз, конечно, если вам понравится эта игра. И вы захотите, чтобы я снял по ней несколько серий. Ну, или что-то типа летсплея. Прошёл несколько миссий. То, конечно, нужно будет делать по 30, наверное, минут. Потому что это всё-таки такая экономическая игра. Здесь очень много приходится просто ждать. Но, в принципе, вот в самом начале очень много действий. Происходит, которые нужно сделать. Смотрите, здесь улучшить геотермальный генератор. Дальше можно экспортировать 100 дым. То есть, это дыни нужно ещё будет построить. Как? Вот здесь, смотрите, улучшение есть. То есть... Оу-оу-оу. А, солнечные панели я не... А, вот это могу улучшить, кстати. Давайте его улучшим. КПД его поднимем. А то вот он... Он-то крутой, но я бы его улучшил. Так, улучшить. Он сам себя типа строит, да? Круто. Смотрите. Смотрите, как клёво. То есть, здесь прилетел вот этот контейнер, кстати, как раз-таки, который вот здесь вот валялись. И вот, по-моему, ну, рано или поздно, наверное, я его заберу как-нибудь. И он погружается, видите, типа, туда-куда-то вниз. Как будто гроб какой-то чёрный. Ну, ладно. На этом я буду уже заканчивать. Ставьте лайки. А, обязательно ставьте лайки. Потому что каждый ваш лайк стимулирует меня к созданию нового контента, созданию новых видео. И каждый ваш лайк, не только на моём канале, а вообще на ваших любимых каналах. Это показатель того, что вам интересно то, что делает ваш ютубер, стример. Того, кого вы смотрите. Всем всего. Спасибо за просмотр. Удачи. И пока.